Добрый день! Физбук говорит мне, что я выхожу в прямой эфир. Надеюсь, что всё получается. Сегодня я, как и обещала, расскажу вам про то, что я думаю о синтетических и натуральных душистых веществах. Тема эта достаточно эмоционально заряженная. Многие её обсуждают прям с кровавыми подробностями и с мясом. И при этом многие путают настолько все сорта тёплого и мягкого, которые можно представить, что я не могу удержаться от того, чтобы не попробовать внести какую-то ясность со своей стороны. Меня зовут Анна Звурыкина, я альфакторный художник. Я работаю только с натуральными ароматическими веществами, причём в таком ключе хардкор. То есть я не использую изоляты, я не использую натуральные меланжи и всё такое прочее. Я использую только эфирные масла, абсолюты и СО2-экстракты. Кое-что ещё, всякие разные другие экстракты, о которых не будем сейчас на этом истанавливаться. Тем не менее, с синтетическими душистыми веществами я тоже знакома. Знакома и с духами, которые содержат синтетические душистые вещества. Я тоже знакома с многими знакомыми, близко, люблю их, уважаю. Про свой выбор я ещё немножко поговорю позже, но сейчас давайте вернёмся к веществам, таким, какими они есть. Натуральное и синтетическое ожидание базы реальности. Первое, о чём часто говорят, это цена. От депты натурального говорят натуральные, они же дороже. Поэтому, конечно, вас все дурят, пытаясь включить самое дешёвое, что только можно, заменяя натуральные вещества на синтетику. Первая часть соответствует действительности, вторая, ну так, не совсем, не полностью, не целиком. Тут как бы не всё так просто. Давайте вернёмся к вопросу о цене. Цена. Да, натуральные вещества чаще всего, в среднем, то есть не чаще всего, а просто в среднем, в среднем они, конечно, дороже, чем средние синтетические душистые вещества. А депты синтетических веществ часто при этом говорят про то, что... Вы не представляете себе, какие безумные деньги вкладывают в синтезы, как много средств вкладывается в разработку и в производство. Ну, адепты натурального могли бы на это возразить, что, понимаете, сколько средств вкладывается в выращивание всех этих роз, сандалов этого, которые уже извели под колень. Поэтому давайте сравнивать цену на полки. Цена на полки в среднем, у натуры, да, выше. Ну что? Хочется задать встречный вопрос, да? Да, они дороже. И что, делает ли это их идеально подходящими для того, чтобы сделать единственно возможный, самый лучший в мире аромат, которого, к слову, сказать нету? Нет, не делает. Цена, то есть то, что они дороги, не означает, что они автоматически будут лучше пахнуть для вас. Давайте, например... И, да, и, конечно же, говоря о том, что дороже значит качественнее, это тоже неправда. Потому что качество это одно, дешевое вещество может быть очень качественным. Дешевое натуральное вещество тоже может быть качественным и может быть некачественным. Я к этому еще хотела вернуться, но давайте скажу сейчас, потому что это большая проблема. Натуральные ароматические экстракты не всегда бывают качественными. И дорогие-то не всегда бывают качественными. А уж дешевые, ну, казалось бы, да, как можно использовать и испортить бергамот? Бергамот. Довольно простая вещь. Тем не менее, довольно в отчаянии от того, что я оказалась в отрыве от своих основных запасов бергамота, я попыталась купить его в московском интернет-магазине. К слову о том, что, к сожалению, российские интернет-магазины, которые торгуют натуральными ароматическими веществами, не могу рекомендовать. Потому что этот бергамот – это что-то просто вопиющее. Знаете, мне вспомнилась сказка эта про то, как светлых эльфов Валор, после того, как они потомились в застенках Маргота, да, и очень изменились за лето, они вышли оттуда орками. Вот с этим бергамотом было сделано что-то совершенно то же самое. Его, боюсь себе представить, что с ним делали в застенках Маргота, что бергамот стал таким. Так что качество и цена – это не одно и то же. Не все дорогое – качественное. Не все качественное – дорогое. И наоборот, не все дешевое может быть плохим. Потому что бергамот стоит не очень дорого. Его можно купить прекрасного качества, восхитительного качества. И, в общем, натуральный парфюмер без него не обойдется. Окей, возвращаемся к вопросу цены и подходящести. Подходящести под конкретные ваши художественные нужды. И, кстати сказать, миф о том, что все натуральные экстракты пахнут лучше, чем синтетические вещества – это тоже миф. Потому что лучше и хуже – это не абсолютные величины. Нельзя сказать, что лучше и хуже – это как высокий или низкий. Высокий или низкий – он, в общем-то, для всех. Либо высокий, либо низкий. Тяжелый или легкий. Лучше и хуже – красивее. Некрасивее – это культурный конструкт. Если не давить на людей, если не смотреть на них, так и говорить – «Ну, Шейли, ты можешь не любить этот прекрасный природный абсолют Джасмина?» Да, оказывается, люди могут не любить. Вы представляете? Особенно в слепом тесте, если им продемонстрировать синтетические вещества и натуральные вещества. У меня на моем курсе «Эльфактурный навигатор», где собираются люди, которые, в общем, ко всякому готовы, которые либо уже любят натуральные вещества, либо, по крайней мере, готовы, так сказать, каким-то образом расширить свое мировоззрение. Довольно много я слышу историй о том, что, да, экстракт может просто не нравиться. Более того, Наталья со мной знакомится. Здорово, добрый день, Наталья, рада вас видеть. Спасибо, что пишете, значит, меня кто-то слышит. Более того, это может измениться. Человек может не любить натуральные вещества, не любить синтетику, но потом принять свое мнение. Туда, обратно, куда угодно. Но в целом мы не можем говорить о том, что все натуральные вещества по умолчанию будут пахнуть лучше для всех людей, чем синтетические душистые вещества. Более того, наоборот. Как я уже сказала, поскольку красота и такая лучшесть, да, это культурный конструкт, мы, городские дети, не привыкли особенно к натуральным природным запахам. И многие связывают, например, запах дубового мха, который мог бы быть в другом контексте, в другой культуре, связан, например, с воспоминаниями о лесе или о чем-то таком. Многие городские люди говорят, а мне, например, бинты и медицинский кабинет. Вот так вот. И, конечно, это уже отрицательная ассоциация, далеко не положительная. Поэтому не можем мы сделать вывод, что непременно все, что стоит дороже, будет пахнуть для всех лучше. Этот вывод ошибочный и он основан на, так сказать, неверных посылках. Что еще можно сказать, когда мы говорим про натуральные вещества и синтетические вещества? Кроме цены. Кроме цены есть такая штука, как постоянство. Да, и воспроизводимость. И тут, конечно же, с натуральными веществами все довольно сложно. И в том числе, я думаю, что это одна из основных, понятных и объяснимых причин того, что в массовом производстве, массовое производство я не имею в виду дешевые масс-марки, а просто духи, которые производятся с какими-то разумными, большими объемами. Огромное количество натуральных веществ либо используется в урезанном виде, в виде каких-нибудь изолатов, либо не используется вообще. Это совершенно разные подходы, разные бизнесы и продукты их будут любить разные люди. Потому что, конечно, есть маленькие, да, местные, так сказать, винодельни, например, которые производят... Вот у них есть там 3 гектара винограда шардоне. В этом году такой урожай, в следующем году будет другой урожай. Никому из покупателей в голову не придет упрекать их, что почему ваш шардоне этого года не такой, как 2010 года. Ребят, потому что, да, потому что это различается. Если вам нравится именно это, покупайте ящик, пейте его, радуйтесь и не плачьте, когда он закончится. Все. Если вы хотите производить одинаковое вино, которое будет из года в год одинаково на полке супермаркетов всего мира, конечно, от этого, от характерных вещей, от местных вещей, от особо натуральных и необработанных, необрезанных со всех сторон вещей придется отказаться, это логично. Да, это просто другие продукты, другой подход, другой бизнес. Душистые натуральные вещества в этом смысле от вина или от чая, кстати, отличаются не так уж сильно. Поэтому, если мы ожидаем, что в нашем продукте будет много натуральных веществ, или он будет состоять только из них, ну, что ж, мы должны быть готовы к некоторому непостоянству его характеристик. Это жизнь. И поскольку сейчас люди не всегда готовы с этим мириться, происходит замена натуральных веществ на синтетические. Как это люди говорят? Я хочу покупать один и тот же флакон и быть уверены в том, что там один и тот же запах. Вот мир синтетики дает положительный, понятный ответ на этот вопрос. Поэтому воспроизводимость – это такая большая, хорошая тема. Некоторые, особенно люди, которые сами увлекаются капоней. Тут есть, опять же, полярное мнение. Есть люди, которые говорят о том, что да, боже мой, с натуральными веществами работать намного проще. Любой новичок справится с натуральными ароматическими веществами, потому что дальше идет аргументация к чему. Есть другие люди, которые говорят, что с натуральными ароматическими веществами вообще работать невозможно, потому что они грязные, потому что они, как это, это целый хор и целая отдельная мелодия. Как их можно смешивать, мы получим одну сплошную грязь. Мне понравилось, как сказала про мои, так сказать, смеси хозяйка лондонского магазина «Блум перфюмеры». Она сказала, что подход, который используется в работе с натуральными веществами, и с исключительно натуральными веществами, сродни тому, уж как если бы человек пытался составить музыку из природных шумов, из шума водопада, из пения птичек, из скрипа деревьев и всего такого прочего, это будет другая музыка, это другой подход к красоте. Но сказать сложнее-то или проще, я бы не рискнула, потому что, понимаете, в чем дело, сложно достичь мастерства. Нельзя сказать, что рисовать акварелью намного проще, чем рисовать маслом. И наоборот тоже. И там, и там мы можем подобрать специальные упражнения для новичков, которые, следуя инструкциям и выполняя которые, мы можем довольно просто получить что-то такое, на что будет приятно посмотреть. При этом каждый, кто что-то делает, он ищет для себя подходящие материалы, которые будут наилучшим образом подходить для выражения того, что он, собственно, хочет сказать, что он хочет сделать. И нельзя тут подходить с позиции просто или сложно. Работайте с тем, что вам нравится, и в любом случае, в какой-то момент вам станет сложно. Потом вам в какой-то момент станет просто, потом опять станет сложно, и будет такая обычная кривая обучения. С материалами это не связано. Вам придется приложить одинаковое количество усилий. И там, и там. Другое дело, что, если мы говорим про исключительно натуральные вещества, или про преимущественно натуральные вещества со всеми небольшими добавками синтетики, мы будем иметь дело с веществами, которые в смеси дают картину, которые не всегда отвечают массовому представлению о том, какими должны быть духи. Это, опять же, вполне предсказуемо и вполне нормально. Возможно, они отвечают представлению прошлого о том, какие были духи. Но сейчас другое время, и если бы мы посмотрели на другие стандарты, стандарты красоты, это вообще ужасно звучит, и опять же, это уже мы уплываем к индустрии, но нельзя про это не сказать, потому что, если мы оттачиваем свой вкус до индивидуального, мы будем заинтересованы в том, чтобы пробовать разные вещи. Если мы хотим делать продукт, который нравится как можно большему количеству, например, людей, логично, что имеет смысл узнать, что, собственно, это большее количество людей думает о том, что такое красиво. Вот большее количество людей думает о том, что красиво сейчас, да, прозрачное, стойкое, аурное и так далее. Натуральные вещества не обладают истинными характеристиками. Более того, да, это как раз то, о чем я должна сказать в следующий момент, то, что натуральные вещества уступают синтетическим душевственным веществам в стойкости, в диффузности, в чистоте звучания, в общем, понятно, я уже про это говорю. Так что все вопросы о том, как сделать натуральный лимон стойким, никак. Берите синтетические душевственные вещества с запахом цитруса. Как что-то закрепить? Про закрепители и фиксаторы я тоже вообще отдельно хочу сделать видео, потому что это тоже какая-то такая тема. Все ищут волшебную таблетку, которой нет, а ее нет. Никак. Ответ? Никак. Натуральные дыхи никак не сделают. Более стойкими, более аурными. Либо вы любите то, что они не стойкие и не аурные, тогда все прекрасно. Либо мы просто идем в бескрайний прекрасный мир синтетических душистых веществ. Просто и тяжело работать. Еще раз, да, хочу вернуться к такой аналогии. Даже если у вас самые дорогие, самые прекрасные натуральные вещества, допустим, возьмите, вы взяли отрез прекрасного шелка, армани, спринт, в который вы влюблены, у него кинестетические качества шелка прекрасные, технические качества прекрасные. Следует ли из этого, что из этого шелка непременно получится в платье, которое вам нравится? Нет, не следует. Вы относите этот прекрасный шелк к портнихе, платье из работу, себестоимость вашего платья на одной ткани составляет 1000 евро, платье получается кривым, на два размера меньше, чем вам нужно, и вы не можете в нем вздохнуть. Хорошо ли это? Нет, нехорошо. И никакая натуральность, никакое качество материала вас совершенно не спасли. С натуральными веществами то же самое. Если кто-то думает, что добавив некоторое количество натуральных веществ, вы можете спасти какую-то формулу, нет, не можете. Формулу может спасти мастерство. И это все. Точно так же с натуральными ингредиентами. Синтетические вещества сами по себе не в силах сделать смесь натуральных веществ красивой для кого-то. Это может сделать только человек. По-моему, Боже, я уже 18 минут говорю. В таком случае, по-моему, мы подошли к концу. Если у кого-то есть вопросы, я буду рада на них ответить. Вопросов, я так понимаю, нет. В таком случае до встречи в следующем эфире. Про что мы поговорим, я пока не решила. Если у вас есть пожелания, пишите. Буду рада. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!